Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру. Мы продолжим разговор о книге пророка Иезекииля и обратимся к 27 главе. Она непосредственно продолжает тот разговор о падении Тира, который был в предыдущей главе. И здесь, в сущности, пророк Иезекииль помещает в этой части своего текста такое поэтическое произведение «Плач о гибели Тира». Здесь много говорится о том, каким мощным, богатым и славным был город Тир, прежде чем решил подло поживиться за счет страдающей иудеи, и прежде чем стал надменно презирать и поносить Иерусалим. Может быть, самое удивительное и важное в этой главе то, что читатель, может быть, ожидал бы обличений, читатель ожидал бы, может быть, инвективу, эмоциональный разговор о том, как ужасен был Тир, и его поступки, и его там верования, что-нибудь еще. А на самом деле мы встречаем именно сетование, плач, сожаление о Тире. Город-то был великий, и жалко, что он гибнет из-за безнравственности, из-за жестокости, алчности, сердец его жителей. Но город-то был действительно прекрасный и впечатляющий. Вот плач о Тире. Скажи Тиру, поселившегося на выступах в море, то есть на мысе, которая выдается в море. Так говорит Господь, Тир, ты говоришь, я совершенство красоты. И да, действительно, Тиряне, жители Тира, по-видимому, восхищались своим городом, что у него такие прекрасные архитектурные красоты, международные экономические связи, еще чего-нибудь. Вот из дубов васанских делали весла твои, скамьи твои делали из букового дерева, из разнообразных местностей, из Сидона, Арвада, Гевала, корабельщики приходили к тебе и служили тебе, и защищали тебя. Перс и ледьянин, и левиец находились в войске твоем. Вот прямо такой центр цивилизации. Фарсист торговец твой, по множеству всякого богатства, плавал, платил за товары твои серебром. По причине большого торгового производства твоего торговали с тобой арамея, иудея. В общем, всю главу вот такой вот панигирик торжественный, панигирик возможностям тира, богатству тира, разносторонности тирской экономики. Ты сделался богатым и весьма славным среди морей. Богатство твое, и товары твои, все склады твои, вот все это, и корабельщики твои. Ну, мы знаем подтверждение тому, что здесь читаем из независимых исторических источников. Финикен, финикене тиряне, в первую очередь, оставили кучу разнообразнейших надписей, свидетельств, целую гигантскую археологию. Но Господь говорит, все это в день падения твоего упадет в сердце морей, все это рухнет, потому что это все не вечно. А падение или не падение, наступит день падения или нет, определяется, как было сказано в предыдущей главе, нравственным обликом тирян. И только на этом основано то, что существует все их богатство. И зарыдают о тебе громким голосом, горько застинают. Кто как тир, разрушенный посреди моря, и остригут по тебе волосы, и опояшутся вретищами, и торговцы других народов свистнули о тебе, ты сделаешь ужасом, не будет тебя вовеки. Вот эти последние строки еще и важны потому, что тир, как и сыны Омоновы и другие окрестные народы, вот так присвистывал при виде разрушенного Иерусалима. И, собственно, как аукнется, так и откликнется. Какой меру вы мерите, такой и вам отмерено будет. И, собственно, пророк говорит о том, что как вы насмехались над погибшим, уничтоженным Иерусалимом, так и над вашим погибшим и уничтоженным городом будут с присвистом насмехаться. Субтитры создавал DimaTorzok